Мы в Варшаве, и нам очень не повезло с погодой. Мы тут на прошлых выходных съездили в Варшаву, об этом был уже один выпуск, в котором я рассказывал, что у нас изначально было не очень хорошее отношение к Варшаве, поэтому мы поехали туда, чтобы посмотреть, изменится оно или нет. И мы отложили на отдельный выпуск, специально второй день нашего путешествия. Сейчас расскажу, почему. А я напоминаю, что это видеодневники на канале Чужаки. Мы с мужем где-то год назад переехали из России в Польшу, и здесь рассказываем обо всем, что поможет, может быть, народам лучше друг друга понять, менталитет, культуру, ну и жить больше в дружбе, мире и согласии. Мне кажется, что, чтобы лучше составить впечатление о каком-то городе, как-то лучше его понять, подходит он тебе или нет, нужно пройтись не только по туристическим местам, а нужно посмотреть еще на районы, где живут обычные люди, ну или не совсем обычные. Ну, в общем, где идет вот жизнь не туристическая, не для показа. Поэтому мы во второй день Варшаве специально отвели для того, чтобы пройтись по некоторым районам, которые посоветовали нам наши знакомые, которые жили в Варшаве. Кто не посмотрел предыдущий выпуск про Варшаву, обязательно посмотрите, там мы гуляем по туристическим местам и рассказываем про атмосферу города. В общем, во второй день путешествия с утра мы отправились гулять по району Желебош. Нам его посоветовали, а оказалось, что мы в нем и живем. Вот так вот и неожиданно. Немножко предисловие про этот район Варшавы. Это самый маленький район и по площади, и по количеству человек, там живет 50 тысяч человек. Современный вид этого района образовался где-то в 1920-х годах, то есть не прям новая застройка там. И нам рассказывали, что он такой очень милый, уютный. Но это, кстати, мы можем судить уже по нашему отелю, где мы жили, потому что мы вышли, и там такой тихий переулок, парк есть рядом, хотя вот прям буквально несколько шагов пройти, и там огромная магистраль. Шум и не слышно, везде зелень, и все очень красиво. Саша мимикрирует под зеленую Польшу. Что увидел? Яблоки. Что в принципе соответствует названию этого района, который с французского, который как произносится Желебе или что-то такое, переводится как красивый берег. Мы пошли с утра дальше гулять по этому району. Нам понравилось то, насколько там все аккуратненько, везде тихо, спокойно, как-то прибрано. Вот как-то, знаете, вот мне кажется, это некая отличительная черта Польши, что в ней, в принципе, вроде нет ничего такого прям экстравагантного или там седьмого чудо света, двадцатого и так далее, но вот в ней приятно находиться, потому что просто вот как-то все как будто вот в прибранном доме, в котором при этом как-то и душевно. Вот что-то такое. Мы пошли специально по улочкам, где находились вот эти дома, которые были построены еще в двадцатых годах. Вот эта осенняя погода, зеленый листья, и вот эти тихие переулки с такими красивыми домами, у меня вот возникло какое-то ощущение. Ну, в общем, я бы, несмотря на то, что я не хочу жить в Варшаве вообще, но вот в таком районе я бы с удовольствием поселилась, потому что так тихо, уютно и аккуратно. И посмотрите, возле каждого дома куча зелени. Ну, вообще, поляки, похоже, этим славятся, они как-то очень-очень любят зелень. И это была суббота, и мы видели несколько людей, которые выходят, и вокруг своего дома они то там какую-то калитку поправляют, то вот свои эти цветочки пересаживают. В общем, очень аккуратно, красиво и просто приятно гулять. Что за леди и бродяга? Ну, то есть вот даже такой район, он уже добавляет некий штрих портрета Варшавы и как бы добавляет ему такой, знаете, оттенок какого-то спокойствия, чего-то красивого и аккуратного. Как знаете, такая район, обеспеченная старость. Вот у меня какое-то такое ощущение. При этом мы долго искали, где попить кофе и изобрели винным бар, как неожиданно, чтобы попить кофе. И я не сняла, к сожалению, но, может быть, я найду фотографии в интернете. Это было очень красивое помещение на первом этаже, как будто это была какая-то старая квартира с печкой и так далее, как, знаете, квартиры в Питере, если кто знает. Мы прям хотели туда вернуться, но не успели. Я бы, мне кажется, вернулась в Варшаву только ради того, чтобы посетить снова это винное заведение. Оно мне не платило. Мне еще никто не платит. Так что, если хотите, присоединяйтесь. После такого спокойного утра, то есть реально, наверное, если хочется какого-то душевного спокойствия, если ты живешь в Варшаве, то, мне кажется, спокойно можно управляться в этот район, тихонько прогуляться под осеннюю тонь по нему и как-то обретешь душевный покой. После этого у нас еще было несколько отмеченных мест на карте от наших друзей, мы поэтому отправились на другой район реки. Это в район Прага. Раньше у него был какой-то, насколько я знаю, криминальное прошлое, не очень хороший район и так далее, но сейчас, как я понимаю, в нем все спокойно и хорошо. Мы хотели погулять по большому парку, посмотреть на дома и зайти в несколько каких-то заведений, которые нам отметили, но шел дождь, и мы хотели его преодолеть. Мы ждали, ждали, что он пройдет, но он никак не проходил, и мы смогли составить впечатление о районе Прага. Кстати, этот район называется Прага не потому, что он там в честь Праги назван. Кстати, хотя я думала, что так, потому что там есть улица Французская, я вообще подумала, что, может быть, это какой-то, типа, мультинациональный район. Но нет, Прага называется от поискового слова Пражич, что означает сожжение леса. Как я понимаю, там было раньше много леса. Район очень старый, то есть там было еще поселение с 12 века, потом это стало отдельным городом, потом это стало варшавским районом. Но мы смогли посмотреть, и, кстати, это отличная была идея купить билет на весь день. Мы смогли его посмотреть только с трава, потому что шел дождь. И я могу сказать, что это, наверное, самый, как говорится, эклектичный, или как это сказать, район, который я видела в Польше. Потому что такое разнообразие зданий, каких-то очень странных и каких-то уродских, не знаю, с рекламами, каких-то ужасных стеклянных ТЦ, вот этих. То какой-то красивый костел стоит, то высотка стоит, то высотка как в Новосибирске стоит. В общем, очень сложно составить какое-то впечатление об этом районе, потому что такое ощущение, что там просто нагромоздили здание кто во что гораст. Вот какое-то у меня состалось впечатление от него, как от какой-то, знаете, как это одеяло называется из кучи тканей, кусочков. Короче, папури какой-то. Но, к сожалению, погода нам испортила все, потому что у нас была еще куча планов по местам, которые пройтись. И вопрос к Варшаве, почему мы нигде не можем купить дождевик. Мы хотели найти и купить дождевик, чтобы, может быть, еще пройтись. Но очень нам не повезло с погодой в этой поездке, поэтому мы отправились домой. Но еще обязательно стоит сказать о два нетуристических места, относительно нетуристических, которые мы успели посетить в Варшаве, чтобы составить полное впечатление об этом городе. Во-первых, обязательно стоит посетить набережную. Мы ее посетили в первый день вечером и в последний день утром, потому что эта набережная, она недавно приведена в такой очень современный классный вид. The Guardian отмечал ее в 10 лучших набережных Европы. Мы, кстати, ее немного подсняли, скорее больше гуляли по ней, но поверьте, на ней много очень чего интересного, красивого есть. То есть там приятно проводить время. Ладно, The Guardian и другие награды. Варламов говорил, какая-то классная набережная. То есть это уже о чем-то говорит. И последнее, что мы набрели абсолютно не специально, и это... Ну не то чтобы, я думаю, прям самая важная туристическая вещь в Варшаве, которую ты увидишь в центре города. Это сквер матки-сибирячки. Сначала мы вообще не поняли, что это такое. Там стояли рельсы и тележка с крестами. А потом мы увидели, что под рельсами изображены руки, а на каждой рельсе нарисованы города. То есть это, как я понимаю, города, откуда ссылали людей из Польши, Белоруссии, Литвы, и в какие города в Сибири они оказывались. Там вот есть и Новосибирск и так далее. То есть, как я понимаю, это памятникам матерям, которые родили в ссылке в Сибири. Что самое интересное, что у Саши один прадед был, мы подозреваем, что сослан в Сибирь, потому что мы не знаем, как он там оказался. А дед с другой его стороны, он был участником битвы за Варшаву. То есть, на самом деле, в этом городе, ну и вообще в стране пересекаются как такие семейные истории, скажем так. И Саша об этом расскажет в следующем выпуске, поэтому обязательно подписывайтесь. Кто не посмотрел еще выпуск про то, как искать свою родословную составлять, обязательно посмотрите. Вот что в районе Прага, что в районе Жильбош, там отражена история Варшавы. В них много происходило очень важных событий для страны и города. Поэтому, мне кажется, стоит изучать не только туристические места, но и гулять, допустим, по районам. Во-первых, потому что есть там и интересные кафе, и интересные места. А во-вторых, это создает полное впечатление о городе. Вот я поняла, что Варшава, если, допустим, сравнивать с Москвой, это, конечно, мегаполис, и там есть некрасивые места. Но если выбирать среди всех мегаполисов, я бы поселилась в Варшаве. Хотя я не хочу жить в мегаполисе. Ну, потому что она очень милая, она в каких-то местах красивая, достаточно разная, что ее можно долго гулять, изучать. Там очень много мест, которых мы еще не посетили, и я бы с удовольствием приезжала там просто погулять, а не как турист, смотря разные районы. И она аккуратная, поэтому мы точно изменили свое мнение о Варшаве, что она нам не нравилась. Там именно интересно быть не как туристом, а как гостем или жителем, и гулять. Поэтому спасибо, что вы досмотрели. Обязательно подписывайтесь, потому что в следующем выпуске Саша расскажет много интересных вещей про составление своей родословной. Всем добра! Субтитры сделал DimaTorzok